31 июля 1957 года ЦК КПСС и Совет Министров приняли историческое постановление о развитии жилищного строительства в СССР. Документ положил начало массовому сооружению кварталов, так называемых пятиэтажных хрущевок. На самом деле идея решить жилищную проблему в стране за кратчайшее время вовсе не принадлежала лично Никите Хрущеву. Подобные панельные дома возводили еще в начале 20 века во Франции, и автором таких пятиэтажек был архитектор Ле Корбюзье. В СССР же экономичные хрущевки с низким потолком, совмещенным санузлом и маленькой кухней решали пресловутый квартирный вопрос. Удивительно, возводили дома крайне быстро. В среднем на строительство одного дома уходило около месяца. Но известен случай, когда ленинградская бригада уложилась за пять дней. В этот день, в 1994 году, на соревнованиях в итальянском сестриере 30-летний советский легкоатлет Сергей Бубко установил последний мировой рекорд в прыжках с шестом. Его результат 6 метров 14 сантиметров. Больше 20 лет оставался непревзойденным. Интересный факт. За 10 лет карьеры Сергей Бубко установил 35 мировых рекордов в прыжках с шестом. При этом, несмотря на такие выдающиеся результаты, эксперты уверены, что свой потенциал спортсмен раскрыл не до конца. 31 июля родилась Эдита Пьеха, советская и российская эстрадная певица. Она родилась в небольшом шахтерском городке на севере Франции. Позже с родителями переехала в Польшу. И только в 1955 году Пьеха получила направление на учебу в СССР и поступила в Ленинградский косуниверситет. Именно здесь Александр Броневицкий пригласил ее в ансамбль «Дружба», с которого началась ее эстрадная карьера. Зрители сразу полюбили Эдиту за удивительный тембр голоса, необычное исполнение и новаторство на сцене. Пьеха первой сняла со стойки микрофон и начала свободное общение с публикой. Певица обладает рекордным количеством грамзаписей, за что получила нефритовый диск в Каннах. И ее поклонники первыми создали фан-клуб певицы. А на Южном Урале в этот день произошло следующее. Сегодня 70 лет со времен открытия детской железной дороги в городе Челябинск. Малая Южно-Уральская железная дорога, узкоколейная детская железная дорога в Челябинске, проходит по территории Шершневского бора и парка имени Гагарина. Открытие состоялось 31 июля 1949 года. Продолжение следует...